я вас приветствую друзья вот буквально на днях программа вышла программа малахова прямой эфир посвященный исчезновению аэлиты лин это 15-летняя девочка которая пропала 13 января 2022 года деревни чуханасовка волгоградской области и с тех пор ее найти никто не может эта деревня находится где-то примерно 45 километрах от города камышин у меня есть видео можете заглянуть посмотреть там более менее такая подробная информация по этому событию особых изменений принципе не произошло но программе малахова прозвучало кое-что интересное даже что навело меня на некоторые мысли и они возможно могут являться отгадкой той ситуации в которой попала элита и по которой она даже пропала поэтому я решил немножечко вам показать фрагменты некоторые из этой программы и высказать свои мысли свои выводы на которые меня подтолкнули но вот эти факты начнем того что туда была приглашена некая девочка с мамой я так понимаю она учится в этой же школе не одноклассница возможно в более старшем классе учатся или я не знаю трудно определить какого возраста но еще раз повторяю это другой класс однозначно и в ее рассказе есть некоторые интересные моменты тоже на мой взгляд даже некоторые моменты они такие искусственные умышленные созданные с помощью редакторов программы но все равно можно получить некое нам возможно понимание тоже это за девочка элита ли что-то говорила вам что вот выйдя с зимних каникул она исчезнет или муж я намекала за этого как-то вообще ничего она она мне звонила три раза но я была это было 10 числа у нас как раз только закончились каникулы и я была в школе ну вот опять тут знаете как и конечно сразу хочу заметить есть такая специфика и и не только программа малахаб шоу задается вопрос один ответ на него получается совершенно другой то есть ну вообще ответа как бы нет а идет рассуждение что вот она мне звонила зимние каникулы насколько я понимаю были до 11 января судя по всему ну или до 10 или до 11 скорее всего до 11 января я не помню просто и не знаю давно не хожу в школу и вот она говорит во время зимних каникул мне звонила и забегая вперед хочу сказать что во время зимних каникул она вообще была у матери в камышине это тоже кстати немаловажно ну ладно звонила что хотела сказать то есть я не смогла взять потому что у меня был шестой урок я не смогла просто взять только я вышла на перемену я посмотрела у меня три пропущенных но так как номер был неизвестный я не взяла не перезванивала потом я вспомнила то что я давала ей номер свой в октябре еще мы с ней хотели пойти гулять но бабушка как она по ее словам по ее словам она сказала то что ты не пойдешь гулять я тебе запрещаю это девочка представлена как подруга откуда такие выводы что это подруга сказать сложно вся их дружба заключалась только попытки погулять в октябре совместно которую пресекла бабушка при этом вот эта девочка дала номер телефона а элите вот она вспоминает в октябре глядала номер видимо должны были созвониться и куда-то пойти это кстати к вопросу о том что в этой деревне нет сотовой связи зачем тогда давать номер зачем вообще нужны вот эти сотовые номера и зачем ломать симку у бабушки это один из фактов которые на этой передаче прозвучал что якобы элита перед исчезновением сломала симку на телефоне своей бабушки так если нет сотовой связи зачем ломать значит есть сотовая связь значит можно дозвониться но возвращаясь к отношениям вот этой девочки это элитой они в октябре туда были пресечены видимо больше никогда не повторялись судя потому что у этой девочки номер элиты не записан я горит смотрю звонки с незнакомого номер удивительная подруга и эта подруга начинает нам рассказывать подробности жизни элиты то есть бабушка с которой она жила все-таки так очень строго к ней относилась да и да она как решала она рассказывать а когда она успела рассказать ну есть момент когда мы можем понять наверное когда она успела это был опять-таки единственный разговор вот этой девочки с элитой при несколько на мой взгляд странных обстоятельств но скажи вот есть версия что она уезжала к маме а за два дня до исчезновения навернулась или на каникулы просто ездила к маме город она ездила да на каникулы вот о чем я и говорю она не постоянно проживала в деревне она периодически по возможности уезжала к маме которая жила в камышине и работала там по моему санитаркой сложно сказать но не в этом суть на зимних каникулах она была камышине а зимние каникулы они по моему там пару недель продолжаются две недели она была вне деревни и сказать что она постоянно в этой деревне торчало ну как бы не получается и насчет лета тоже как бы возникает вопрос а летом на каникулы летние а может она тоже выезжала уже возникает другой образ немножечко другая ситуация а то нам преподносили что она там сидела в этой глухомане вообще безвылазно а здесь оказывается вот на новый год выезжала ну тогда это вскользь упоминается потому что видимо но не надо слишком на это акцентировать внимание я так понимаю она ездила на каникулы там побыла и 10 числа она возвращалась от мамы из города и в этот момент она когда возвращалась она набрала катю она и звонила четыре раза но не смогла дозвониться так как она была на уроке катя сказала что три раза мама я подозреваю это мама сказала что четыре раза а у нее интересно что или это не понимала что она звонит именно во время урок у нее столько там не отложилась голове не можете от девочки ответить на звонок ночи были эти звонки или не были я не очень понимаю на и мне непонятно зачем она звонила то есть она уже возвращалась и решила отдать позвоню катя что она хотела спросить может быть учимся не учимся не знаю может быть такое про учебу хотела спросить но почему именно в это время звонил кто раньше не могла позвонить утра 10 или там приехать в конце концов деревню там далеко не надо ходить подойти и спросить что за срочность вот этих четырех звонков это уже как-то загадочно непонятно никак не объяснимо вообще она и вот в тот момент когда мы писали олимпиаду на мне можно сказать она мне злила душу она плакала сидела на рассказывал как ей было тяжело с бабушкой то что пока мать в городе она с бабушкой и и это совершенно не устраивает то что брата она очень твое сидим горит на олимпиаде ну пишем олимпиаду как она сказала но олимпиад это школьная олимпиада там выполняешь некое задание ну вот как экзамен такой своего рода я вот участвовал я просто помню еще со своей школьной поры но как бы там найти некогда сидеть плакать и изливать душу носа во первых вам дается конкретное время на выполнение задания если вы половина этого времени потратите на изливание там души и как говорится на плач у вас времени может не хватить а во-вторых там на сидят преподаватели должны сидеть по крайней мере наблюдать чтобы не списывали чтобы выполняли так это по-честному а ничего не видится девочка там сидит и плачет к чему я это все мне кажется здесь есть некое преувеличение то есть возможно она что-то есть сказала как мне это надоело бабушка никуда не пускает так хорошо в городе там брат у меня хороший хочу с ним пообщаться вот опять немножечко забегая вперед так вот там все мне нравится в этом к мыши не а здесь мне не нравится хочу город ну вот вот так вот так но что прямо изливала душу есть некоторые сомнения есть по моему некое преувеличение ну брат она про брат она всегда все хорошее говорила про мать и про бабушка на говорила то что ну я вот учусь я смотрю за бабушкой то что бабушку бабушка редко когда ездит в город вот эти опять противоречия то есть я смотрю за бабушкой ну нам сразу представляется больная бабушка которая еле передвигается такая знаете ли лежащая практически и вдруг оказывается она редко но в город ездит бабушка но как-то это интересно а как она больная ездит в город достаточно большое расстояние то есть не лежачая все-таки передвигается и может позволить себе проехать но там порядка 50 или 40 километров странная бабушка за которой надо ухаживать но редко ездит в город может быть это как раз и есть тот вот посыл что она за бабушка не одна ездит в город она берет с собой внучку а ей нравится внучки находиться в городе но в этом ничего удивительного нет особенно по сегодняшнему времени где в глухих деревнях вообще ничего делать не мальчиком не девочкам на мой взгляд и поэтому ей приходится сидеть бабушка и учиться тут она но она очень горела желанием быть братом потому что когда она поясла вам она говорит что брат был когда в школе учился вместе с ней она общалась с кем-то как брат выпустился все ну а чё за она не может братом по телефону пообщаться опять загадка на зимних каникулах она за ездит братом общается и и просто тянуло в город это понятно я уже сказал особенно в 15-летнем возрасте очень даже понятно всю жизнь всегда во все времена молодежь не все не вся молодежь но достаточно мой взгляд большая ее часть стремилась уехать в город за какими-то городскими благами но как бы часто это было ошибочное решение но всегда стремились вот мои родители свое время по первой возможности вот уехали в город из деревни тоже стремились и отец и мать это вечное стремление особенно если деревень такая вообще-то напрочь глухая по сегодняшнему времени по современности 15-летней девочки которые чуть-чуть посмотрев но даже на такую городскую нить как камыша на камыш он нельзя назвать таким на эти мегаполисом по сути это тоже небольшой достаточно городок но это уже какой-то вообще другой мир где есть интернет где есть фото и связь постоянная и где можно в соцсетях что-то смотреть понимаете и кто лук смотреть наверное и даже туда видео какие-то выкладывать так предположительно это все говорю конечно может она и не увлекалась пик током но это вообще другой мир совсем это другая планета другая вселенная и и туда хотелось могу в это поверить безусловно я пропустил много моментов там намеки на то что мать не ищет а уехала в камыш вместе там с бабушкой есть попреки такие прозвучали на программе а с кем она там живет давать ее личную жизнь как-то выяснять там и очень мелькает и так далее я вот не об этом сейчас дальше появился такой момент который меня немножечко как бы напряг наверное и я на него сразу же обратил внимание на форуме тайной ли в теме про исчезновение аэлиты я это сразу отметил и сразу написал то что сказала завуч ее школы эта информация которая нигде еще не звучала и она и противоречива с официальной информации но по-моему может нести в себе некую подсказку завод школы вот что рассказывает про девочку внимание предпосылки были какие-нибудь в школе мы какие-то девочка очень хорошая очень у нее друзья есть у нас знаете у нас классик два ученика у детей в школе 20 таких чтобы ровесников может они почти не было детей вот кстати насчет подружек как бы завуч никаких подружек там не замечала и я и охотно верю все-таки на мой взгляд это немножко притянуто что вот эта девочка которая пришла на программу является некой подругой а элиты а кто из учителей нашел этот дневник вот здесь опять по вырезана смонтирована чего не можете полностью показывать разговора не всегда удивляет что вы там вырезали может это важно ну ладно общий смысл такой она зашла в школу занесла портфель это со слов завуча некий портфель как они подумали с учебниками но оставила и сказала я щас выйду и приду это как так вообще уже как-то извините загадочно вы едва и приду она вы из дома вышла где-то без 10 8 8 начинается уроки она уже опоздала куда еще выйду и приду это чем вообще как но в туалет столь пошла ну так бы надо сказать я в туалет ну хорошо иди сходи по всей вероятности там есть внутри школы туалет ну вот по всем предпосылкам но здесь же так не прозвучало просто выйду и все а потом горит мы побежали по дворам по полям везде ее искать но это удивительно а зачем вы побежали по полям по дворам может быть надо было сходить домой к бабушке сказать вот зашла портфель оставила и куда-то ушла может она дома начинать то поиски надо не с полей и со дворов а с дома бабушки но так получается что туда никто не пошел столь я насколько понимаю именно за уж позвонила в полицию бабушки не сообщили а бабушка узнала потом удивительно и вот здесь складывается некие выводы вот у меня в голове складывается немножечко другой ход событий об этом я сейчас расскажу попозже давайте дослушаем а уже когда подъехал полиция все стали открывать там вот эти дневники прямо написано было что она идет умирать или как там непонятно как слова умирать нельзя приехала полиция заглянули в портфель а там дневник вообще вот совершенно все по-другому вспоминаем что нам всегда говорили рюкзак был найден клубном туалете уличном который на улице находится и там до варежки шарфик и там за нашли дневник и кстати в этой передаче то же самое потом сказал журналист то есть вот это противоречие на него никто внимания не обратил создаващица говорит что школе нашли скольный торт и и видел и он говорит что в школу она не заходила опять противоречие ну кто-то врет а у меня все-таки такое создается впечатление что она действительно могла зайти в школу зайти на урок поставить портфель снять варежки или уже когда зашла в школу снять варежки снять шарф засунуть в этот портфель или рюкзак неважно и поставить там на скамейку уже в классе но так как она опоздала в этот момент она могла начать выслушивать нравоучения ты зачем опоздала хочу нельзя пораньше прийти и так далее там подобное и она могла в ответ что-то сказать 15-летняя девочка только что приехала из города она в таком напряженном состоянии как я тут все обрыгала и тут еще учительница орет например да это я все так предполагаю это мое личное предположение естественно я ничего не утверждаю возникает может быть ситуация немножечко такая напряженная возможно ее ведут к завучу возможно завучи опять тоже начинает что-то высказывать она может ей сказать да нафиг как вы мне все надоели выскочить хлопнуть дверью и уйти и поэтому в рюкзаке остаются варежки остается шарфик то есть конфликт мог начаться в школе но этот конфликт который мог начаться в школе решили немножечко убрать из этой истории именно то что они побежали искать по полям по дворам они побежали искать домой к бабушке как раз и может говорить что они поняли что она сейчас куда-нибудь уйдет когда я сейчас уйду от вас вообще вот там замерзну лучше где-нибудь чем тут с вами находиться ну какой-то вот такой депрессивный взрыв эмоций что не по полям побежали искать по дворам они сам не пошли искать бабушки вот вопрос и потом уже появилась вот эта версия что рюкзачок все-таки лежал клубном туалете никто проверить не может может сам сторож туда и подкинул а ему сказали и она в школу не заходила но тут заводь почему-то прокололась ну возможно потому что если бы и проверили полиция они рассказали бы так стоп вы сказали что приходила то есть она уже возможно дала какие-то показания просто эти показания нам-то никто не расскажет ну из уголовного дела и вот я думаю стоит обратить внимание на вот этот рассказ завуча попристальнее и более внимательнее пройтись по этому моменту его уточнить мне кажется что как раз вот здесь все и произошло отсюда все и началось пишите что вы думаете по этому поводу высказываетесь до новых встреч друзья